всем доброго дня спасибо кто зашел ко мне на канал подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии поддержите меня я худею в реальном времени с веса 140 килограмм сегодня у нас 22 октября так сказать подошла к концу моя очередная неделя построения начинала я ее с весом 110 100 15 числа сегодня у нас 22 и мой вес 109 200 то есть за неделю минус 900 грамм в принципе не сказать результат супер но все-таки он есть немножечко не дотянула до килограмм чека и так если взять за весь период моего построения то есть скоро уже через 10 дней будет вот то у меня получается минус 30 килограмм и 800 вроде бы тогда то смотрел еще мои предыдущие видео я думаю должны помнить было и 600 грамм и 500 грамм минус и 800 было и килограммчик был казалось да что там 500 600 грамм а если вот все так сказать подсуммировать получилось все таки неплохая цифра все таки минус 30 килограмм и 800 грамм до конца этого месяца у меня еще 10 дней очень надеюсь что еще килограммчик один отвалится спасибо конечно огромное за то чтобы поддерживать поверьте это мотивирует это дает силы веру в себя я думаю если не было этой поддержки вряд ли бы это у меня получилось неделя это у меня прошла без мяса и без рыбы прошлом видео я говорила не могу есть мясо не могу на него даже смотреть вот как-то но мне приелась надоело поменяла я немножко рацион и так был у меня творог три дня подряд с лавашом делала я себе такие завтраки лаваш туда творожка 100 грамм и 10 грамм изюма перед этим я его заливала кипятком потом на блендере я себе сразу 30 грамм перебивала я знала что я буду три дня кушать творог на завтраки заворачивала все в лавашек на сковородочку под крышечку и такие у меня были завтраки два раза у меня был булгур отварной без специй без масла без зажарок то есть просто на водичке и немножко соли это было покупала я хлебцы но хлебцы у меня до сих пор так и лежат то есть лаваша мне было достаточно а хлебцы как-то не не захотелось на следующую неделю я не даже творожка осталось где-то грамм 100 не хочу надо его уже и выбросить он уже открытый целую неделю не будет творога не будет лаваша не будет булгура снова буду тушить овощи мяско в духовке а там в принципе по ходу разберусь хочу еще хочу но не знаю пока сделаю или нет хочу сделать и попробовать ну хотя бы так один день после обеда покушать салат метелка там где свекла морковка капусточка без соли но заправляется лимонным соком там ну хочу попробовать целый день я не знаю как получится или нет но хотя бы один день после обеда можно это думаю на полудник и на ужин как бы такая будет мини-мини разгрузочный день пила я воду обязательно хотя если честно и не сильно хотелось отопление у нас так и не включили хотя включали постоянно пятнадцатого октября то в доме конечно прохладно но все равно водичку я пила было несколько дней по полтора литра а так в основном было два и где-то два двести пешком ходила в воскресенье был у меня самый ударный день 12 тысяч шагов вообще муж был дома мы с ним так классно побродили понедельник просыпаюсь у меня проснулась это у меня такой кашель горло не болело просто кашель насморк и ухо правое температуры не было хотя мне все время было холодно но температуру я мерила у меня два градусника и одним и вторым то есть температура у меня было 36 и 6 четко и я практически три дня из дома не выходила в основном это у меня был постельный режим нос закапала ухо закапала лекарства выпила и в постель ну конечно стала выпила водички позавтракала и в постель стала пообедала и в постель до не выходила понедельник вторник и среду зато вчера я и днем ходила и уже вчера было вечер уже девять вечера одела шапку у нас был ветер и вышла хотела честно хотела побегать но побегать не получилось но три километра я можно сказать не пробежала таким быстрым быстрым шагом конечно пришла домой сразу в душ пропотела так капитально была хорошая такая кардионагрузка плюс еще решила лифтом я лифтом очень редко пользуюсь только когда там сумки тяжелые или покупаю воду в 5 литровых баклажках тогда я дали в том но после того такая уже вся уставшая все равно думаю нет еще и и без лифта подымусь спешочка конечно захыкалась капец ну сложно было реально но решила не знаю как оно помогло сегодняшним взвешиванию или нет так что возвращаю на следующую неделю мяско хочется конечно последние на эти десять дней хотелось конечно чтобы было за год минус 35 но уже я понимаю что этого не будет но если даже будет тридцать один тридцать два минус за год все равно это будет классно не зря все таки прошел этот год и это первый раз за свои 30 с хвостиком еще немножко и 40 что я раньше как у меня было неделя две три максимум это был месяц и все на этом у меня все заканчивалось могла сбросить там 7 8 килограмм но через время это все возвращалась обязательно с плюсиком и все дальше мне уже было не интересно но я не знаю как вот оно получается мне хочется двигаться дальше сложно очень сложно бывают такие недели такие дни вообще съел там порцию как-то все оно четко классно идеально не хочется там не кушать но бывают такие дни но бывают такие дни поел а все равно кушать хочется какие-то мысли купить там чего-то дополнительного того что нельзя но сдерживаюсь да я сама себя сама себя мотивирую сама себе говорю нет иногда бывает так что-то придумается сама себе ну ты это ела 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 не один раз ты знаешь что это ну зачем и вот как то так оно потихонечку проходит надеюсь я буду и дальше двигаться думала я скоро же новый год примерно я считала если я не ошибаюсь где-то 10 недель осталось и думала вообще было бы круто к новому году что было уже 99 килограмм Примерно, по сути, осталось 2 месяца 10 дней и до цифры 99 примерно нужно тоже сбросить 10 килограмм. В принципе, это реально. А как оно получится, это совершенно не угадать. Сегодня организм может отдавать и килограмм, и полтора килограмма. Ну, сегодня, в смысле, не за один день у меня, за неделю, а потом может быть 500-600 грамм. Поэтому вообще это нереально предугадать, предусмотреть, чтобы сказать 2 месяца 10 дней и минус 10 килограмм. Но хочется, честно. Очень было бы приятно Новый год, 1 января, встретить с цифрой 99 килограмм. Это было бы очень приятно. А вообще, конечно, хочется 70. Ну, правда, как-то 50 нет, точно нет. 60 можно, но будет 70, будет вообще классно. Спасибо, кто досмотрел. Спасибо, кто дослушал. Кошель еще не полностью прошел. Желаю всем всего самого-самого наилучшего. А главное, крепкого здоровья. Ну и, конечно же, прекрасного настроения. Еще увидимся. Всем пока-пока.